Святитель Игнатий Брянчанинов, Отечник. Дорогие друзья, начинаем чтение с вами избранных изречений святых иноков. Избранные изречения отцов, преимущественно египетских, которых имена дошли до нас, и повести, и жития этих отцов. Заранее прошу меня простить за мой хриплый голос, к которому многие уже, наверное, привыкли, как не противно вам его и слышать. Мне с мамой противно. Но, поверьте, это просто бесценный кладезь, вот этот Отечник, написанный святителем Игнатием. Давайте будем слушать, а я постараюсь медленно читать, хотя уже слепную, и в очках-то трудно читать. Антони Великий, преподобный Ава, египетский пустынный житель, сказал, «Братья, будем веровать в Господа нашего Иисуса Христа и поклоняться Ему, покорим себя Ему и почтимся исполнять волю Его во всякое мгновение. В другого Бога, кроме Его, не будем веровать. Он Бог Великий, Господь Господствующих. Будем словословить Его воистине и правде. Не преуподобен Его никакой из тварей, ни из находящихся на небеси горе, ни из находящихся на земли низу. Потому что все это сотворено Им, и Он есть прежде всего, и пребудет вечно, не будет иметь никакого конца. Будем веровать в Него и поклоняться Ему, чтоб царствовать с Ним и в вечности наслаждаться Его благами. Он царь царей. И все царства от Него суть. Будем веровать в Него, от всего сердца нашего и жительствовать по западе в Него. Потому что вера без дел мертва есть. И Он помилует нас в Царстве Своем, когда изыдем из странствования определенного нам в мире всем. Второе. Истинно блажен тот, кто бодрствует над Собою, исполняя заповеди Господа нашего Иисуса Христа. Он сподобится истинного разума, исходящего от Господа, и, возможно, сказать, «Удивися, разум Твой, от Мене». Не погреши в вере, чтоб не прогневался на Тебя Создатель наш. Кто не содержит права веры, тот приготовляет пищу неспящим червям и жертву князю темниц адских. Дух Его чужд жизни вечной. Он явный отступник от Бога. Третье. Страшитесь отступлений от веры, как начало всех зол. Будем веровать во имя Господа, Бога Отца и Сына и Святого Духа, чтоб исполнилось над нами сказанное в Писании. «Те, которые веруют в Господа, як у гора Сион, не подвижутся в век живый в Иерусалиме. Твердое основание всех святых вера, ею они заключили уста львов и угасили пламень огненный». Четвертое. Сколько непостижимы сила и могущество Божие, столько непостижимы и действия Его, как неизмерима Его премудрость, так и пути Его не следованы. «Может Бог исполнить то, что обетовал? Почему не допустим себе неверия, чтоб не подвергнуться осуждению более за неверие, нежели за беззаконные дела? Погрешить делами – это признак немощи. Допускать себе неверие – признак дерзкого легкомыслия и безрассудности. Да коли имеем время, пощадим самих себя и будем умолять Бога о прощении в согрешении наших, чтобы Он не повелел, связавши нам руцы и нозы, вернуть нас во тьму кромешную, в которой плач искрежет зубом. Что означают плач и рыдание? Как небезмерность жестоких и ужасных мучений, и что изображается скрежетом зубов, как невеличайшее сожаление о садейных грехах. Тогда, а это случится, наверное, тогда начнем негодовать на самих себя, раскаиваться скрежеще зубами, когда покаяние не будет иметь места, когда не будет от Него никакой пользы, когда время данное на покаяние минует. Имея возможность умилостивить Бога в краткое время земной жизни служением Ему, имея возможность освободить себя от гиены и вечных мук, зачем пребываем в нерадении и, презирая заповеди Бога, служим нашим похотениям, подвергаем себя неизбежной казни. Бог наш великий и человеколюбец. Богат сырь в милости, всемогущий в действовании своем, сам, да поможет немощи нашей, да не спровергнет скоро сатану под ноги наши, да дарует нам силу и духовный разум, чтобы мы в оставшееся нам время послужили Ему с верностью, воистине исподобились милости Его в страшный день суда Его.